Краснодарский край с начала года посетили более 11 миллионов туристов. Это на 20% больше, чем в прошлом пандемийном году, но не дотягивает до уровня 2019-го, когда на Кубань приехало 15 миллионов. В Крым за семь месяцев приехало на отдых более 5,5 миллионов человек, на четверть больше, чем в 2019-м. Самарцы, как и большинство россиян, отдыхали в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсе. Однако, если в прошлом году отдых испортил коронавирус, то в этом было много природных катаклизмов. В зависимости от погоды нам приходилось уже в этом году корректировать немножко полетные желания туристов. Кто-то хотел в Турцию, были пожары, мы ориентировали их на Анапу, прилетали в Анапу, там были дожди, там были наводнения. Вот такой сложный сезон был в этом году. Кроме пляжного отдыха, самарцы отдавали предпочтение активному туризму и осваивали другие регионы. Были поставлены чартерные рейсы, они пока продолжаются на остров Сахалин, причем очень хорошие цены. То есть в пределах 40 тысяч рублей на человека, а то иногда и дешевле, на неделю можно было с экскурсионкой, с перелетом спокойно летать на Сахалин. Хорошие очень цены на Байкал. Большой интерес людей к Закавказью, вообще к Кавказу, то есть соответственно Дагестан, Чечня. Вот эти направления, причем даже то, что не пляжное, а именно экскурсионное, это у многих вызывает большой-большой-большой интерес. Популярным видом отдыха стал городской туризм. Здесь бессменным лидером остается Санкт-Петербург. Многие в этом году рванули в Калининград из Самары-Чартера. Приток туристов туда вырос в два раза. Многие предпочли отдыхать на современных оздоровительных курортах, но и популярностью пользовались зарубежные направления. В этом году, несомненно, было больше у нас возможностей по странам. В том году у нас открылась только Турция, и выбора практически не было. И то это были первые туристы, которые решились в пандемию куда-либо ехать. В этом году намного больше выбор, например, Турция, Кипр. Были в начале лета чартерные рейсы в Эмираты. Также россияне выбирали Грецию, Черногорию, Хорватию, но и Египет с перелетом до Каира. На сентябрь уже открывают прямые перелеты из разных городов России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарма-Шейх. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.